В этом уроке разберемся, как опубликовать запись из другой открытой группы ВКонтакте. И будет отдельный урок, в котором будут рассмотрены некоторые нюансы того, как опубликовать запись из закрытой группы ВКонтакте. Там есть, оказывается, особенности. Мы перейдем ВКонтакте и посмотрим тоже на те нюансы, которые могут возникать. Итак, например, я где-то еще смотрю какие-то записи в других группах, и они мне нравятся, и я хочу ими поделиться. Вот, например, запись, которая мне нравится, и я хочу, чтобы она появилась либо у меня на страничке в моем профиле, либо в одной из тех групп, в которых я состою, и где у меня есть право публикации. Какие здесь есть возможности? Наверняка многие знают, что кроме того, что мы можем ставить лайки, мы еще можем делиться. Есть кнопка «Поделиться». Попробуем ее. Вот я нажимаю «Поделиться». И есть три варианта, как мы можем поделиться этой записью. Если группа открытая, то все эти три варианта нам доступны. И, допустим, если я выбираю «Друзья и подписчики», я могу даже написать какой-то свой комментарий и нажать на кнопку «Поделиться записью». Так я и сделаю. И теперь эта запись должна появиться на моей странице. Пока я этого не вижу, попробую ее обновить. Вот запись появилась. Как сделать так, чтобы эта запись появилась в одной из групп, например, в той группе, в которой я являюсь модератором? Это тоже несложно. Я нажимаю на эту же кнопку «Поделиться» и выбираю «Подписчики сообщества». И здесь у меня появляется список тех сообществ, тех групп, в которых я являюсь либо администратором, либо модератором. Вот, например, я могу опубликовать в этой группе. «Поделиться записью». Написано, что она отправлена. Проверяю. Тоже надо обновить страницу. И вот она появилась. И появилась она, видите, со ссылкой на ту группу, из которой была взята. Это очень здорово и хорошо, когда есть ссылка на, назовем так, авторство. А что, если я хочу опубликовать эту запись в той группе, в которой я модератором не являюсь? Здесь есть сложность, потому что мы нажимаем «Подписчики сообщества», а здесь в той группе нет. Я просто там являюсь тоже подписчиком. Как быть? Ну, еще покажу для полноты «Отправить личным сообщением». Мы можем выбрать кого-то из друзей, отправить друзьям лично. И выходит, что в той группе, в которой я являюсь просто подписчиком, участником, я эту публикацию транслировать не могу. Какие есть варианты? Один из вариантов, сейчас я его покажу, но я не буду здесь ничего портить. В этой группе то же самое, поверьте на слово, произойдет, если я опубликую в своем профиле таким образом. Что мы можем сделать? Мы можем кликнуть мышкой по этой записи. Записи. Вот так. И у нас, собственно, она открывается. Вот таким отдельным окошком, которое потом можно закрыть. Вот так. И обратите внимание на строку адреса страницы. Вот мы находимся в группе, и вот ее адрес. А если мы кликаем мышкой по записи, то адрес немножко меняется, добавляется информация о том, какая запись была открыта. И вот эту вот информацию, вот эту ссылку мы копируем в буфер обмена. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C, либо правой кнопкой, кому неудобно комбинации клавиш использовать, выбираем копировать. Переходим либо в группу, либо в свой профиль. И здесь это мы вставляем. Или Ctrl-V для тех, кто знает комбинации клавиш, или вставить из контекстного меню, нажав правую кнопку мыши. И здесь у нас появляется вот эта ссылка. Если мы нажмем отправить, то она так неприглядно и выглядит. К сожалению, иногда так получается. Иногда, если, скажем так, повезет, то отобразится и вся запись. Вот как здесь, как я поделилась. Но в основном я обратила внимание, что если мы так делаем, то отображается эта ссылка. Но если мы по ней кликнем мышкой, то мы переходим из своего профиля в эту группу и видим эту запись. Чем это плохо? А плохо это тем, что когда мы эту запись прочитали и закрыли, мы видим, что из своего профиля, либо если бы мы это делали в этой группе, из этой группы, в которой, подчеркну, мы не являемся модератором, мы ушли. То есть тот человек, который прочитает эту запись, он автоматически перейдет в другую группу. Иногда это нехорошо. Мы хотим оставить этого человека в этой группе. Поэтому есть другой хитрый способ. Сейчас я вернусь, наконец, в свой профиль. Вот, удалось. Что там делать? Это не совсем красивый путь, но он тоже, в принципе, допустим в тех случаях, если информация носит такой неконфиденциальный общий характер, назовем его так, и не защищена сильно авторским правом. Ну и здесь, в общем-то, ссылка на автора дана. Единственное, что может быть здесь авторское, это вот эта картинка. Тем не менее, я покажу, как можно вот этот весь контент, вот эту всю информацию опубликовать у себя или в другой группе в том виде, в котором она здесь есть. Для этого мы просто берем, нажимаем левую кнопочку мыши, зажимаем ее и выделяем всю информацию, которая в этой записи присутствует. Вот вы видите, я пытаюсь ввести мышку по картинке, но картинка не выделяется. Я специально это делаю, чтобы показать, что когда мы выделили эту информацию, мы можем ее скопировать примерно так же, как мы только что копировали адрес ссылки, нажав правую кнопочку мыши, копировать, либо Ctrl-C, Ctrl-V, кто знает, и вставить. И мы видим, что у нас вставился только текст. А если я хочу еще и картинку? Конечно, никто нам запретить ничего не может. В сети интернет, особенно в социальных сетях, как правило, информация распространяется. Но еще раз повторю, лучше смотреть. Вот здесь вот есть логотип, и в принципе, если есть логотип, то я могу считать, что эта картинка защищена, и если я ее опубликую, я авторские права не нарушу. Как мне эту картинку перебазировать туда же, куда я разместила понравившуюся мне цитату? Я нажимаю правую кнопочку мыши на картинке, но смотрим, что здесь у нас нет пункта меню копировать или сохранить изображение. Почему? Потому что у меня выделен текст, поэтому я сейчас просто кликну мышкой еще раз в этом месте, чтобы выделение убралось. И теперь на картинке, когда я нажимаю правую кнопку мыши, опять ничего не получается. Конечно же, я немножко забыла. Нам нужно просто кликнуть по картинке, и теперь мы видим, что у нас только картинка, только изображение. И сейчас на изображении, нажав правую кнопку мыши, я сейчас нажму так, чтобы было видно все контекстное меню, мы можем это изображение сохранить на диск, вот, сохранить изображение как, но это если очень хочется, чтобы эта картинка была вот у себя там где-то на компьютере, либо, что проще, для решения нашей задачи, мы можем копировать изображение. Ну, здесь тоже должна сказать, что все зависит от того, в каком браузере мы работаем, возможно, этот пункт меню будет немножко по-другому называться. Надо смотреть. Я работаю в браузере Mozilla Firefox, вот в нем такая возможность присутствует. Выбираю копировать изображение, перехожу в свою запись, нажимаю Enter, и здесь я эту картинку вставляю. Вот она загрузилась, и теперь я нажимаю отправить. Вот эта запись появилась. Ну, можно сравнить, какой из вариантов лучше, какой хуже, и какие у нас возможности были. Еще раз повторю, вот такой репост со ссылкой на то, откуда взята эта запись, мы можем сделать только в том случае, если это делаем на свою страницу, либо отправляем кому-то из своих друзей, либо мы можем это публиковать только в группе, в которой мы можем являться модератором или администратором, то есть можем публиковать записи. Если у нас такой возможности нет, мы только участвуем в группе, то если очень хочется, можно вот таким вот хитрым способом, либо по прямой ссылке. Ну, а в следующем уроке я покажу еще одну особенность работы с тем, как делать репост из закрытой группы. Ну, и прежде чем завершу, вот эти ненужные мне записи я удалю. Ну, и вы видите, что на своей страничке можно еще и восстановить. Если мы не хотим этого делать, я обновляю страничку, и все, у нас все пропало. До встречи в следующем уроке!